Вы готовы, дети? Да, капитан! Что, если долго смотреть кошке в глаза? Привет, дорогие зрители и друзья канала ТОППРО! Коты и кошки всегда были домашними любимцами, а в Древнем Египте кошек вообще обожествляли. Считали, что они являются проводниками в мир богов. И этим даже как-то воспользовались враги. Они привязали бедных животных себе на доспехи, и древние египтяне сдались, потому что они боялись повредить кошкам, Убить кошку считалось великим преступлением, и кара была очень жестока. В народе существует много примет и суеверий, связанных с нашими любимцами. Кто из нас не слышал песню о черном коте, которая родилась из приметы? Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Что, если черный кот дорогу перейдет? То не повезет. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока, наоборот, только черному коту и не везет. А еще есть примета, что нельзя долго смотреть кошке в глаза. В народе есть поверье. В народе есть поверье. То если долго смотреть в глаза кошке, то так как она является проводником в мир духов, а глаза зеркало души, чья-нибудь мятежная душа может вас вселиться, и вы станете одержимым или одержимой. Верить этому или нет, вам решать. А сейчас мы с вами узнаем не мистическую, а правдивую версию. Почему нельзя смотреть кошке в глаза? А ответ очень простой. Кошки это хищники, хоть и маленькие. А если вы смотрели в мире животных, то знаете, что хищники длительный прямой зрительный контакт воспринимают как вызов и агрессию. Если долго смотреть кошке в глаза, она может разозлиться и поцарапать вас, а то и укусить. Но не пугайтесь. Смотреть в глаза кошке можно, но недолго. И лучше, если это будет так, как будто бы вы случайно глянули на нее. Улыбайтесь и чаще гладьте своих питомцев. Не забывайте про секретное слово. Угадавшие будут участвовать в розыгрыше денег. А под одним из прошлых видео мы таки набрали 50 лайков, и сейчас я разыграю 50 рублей между угадавшими словом. Продолжение следует...